Здравствуйте! Вы смотрите новости о самых важных и интересных событиях перед выходными расскажут корреспонденты ЮТВ и я, Наталья Богданова. Но теперь коротко о главных темах. С 8 ноября школьников Оренбурга начнут возвращать к очному формату обучения. Дети, побывавшие в других регионах, должны будут сдать тест или соблюдать изоляцию. Депутаторского горсовета выступили против принудительной вакцинации. Вместе с горожанами они записали видеообращение. Историческое здание Гагаринской ледки продолжает разрушаться. На Советской оградили сигнальными лентами опасный для пешеходов участок. Парк Березка после реконструкции принимают с недоделками. В компании «Строймат» сообщили, что это происходит по вине заказчика. Об этих и других новостях более подробно расскажем далее в выпуске. С понедельника школьников Оренбурга начнут возвращать к очному формату обучения. Об этом сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова. Уже в понедельник за парты сядут ученики младшего и среднего звена. Перед началом занятий детей осмотрят медики. Родители просят оставить на семидневной изоляции школьников, побывавших в других регионах, или пройти тестирование на коронавирус. Также министр в очередной раз призвала оренбуржцев вакцинироваться, особенно беременных женщин. Всех акушеров-гинекологов области теперь обяжут оформлять отказ или согласие беременных на вакцинацию. По данным Савинова, в понедельник и вторник в Оренбурже привили по 9 тысяч человек. Добавим, что на борьбу с коронавирусом наш регион получит дополнительные деньги из федерального бюджета. Более 226 миллионов рублей направят на закупку концентраторов кислорода российского производства и еще 193 миллиона на лекарства для пациентов, которые лечатся от коронавируса дома. Депутаты и жители Орска пожаловались на принудительную вакцинацию. Активисты собрали подписи горожан и записали видеообращение к представителям власти. Они называют принуждение делать прививку противоправными действиями. В приемную депутатов народа власти поступают сигналы от рабочих о том, что их насильственно заставляют привиться. По информации у РНДРУ в записи приняли участие 15 человек. Среди них работники и руководители учреждения образования и культуры, депутаты Орского горсовета Павел Коровин и Владимир Гудамаров. Они призвали дать людям свободу выбора. Напомним, что обязательная вакцинация некоторых категорий граждан, как правило работников сферы обслуживания, введена в ряде российских регионов, в том числе и в Оренбургской области. Общество раскололось на сторонников такого подхода и тех, кто считает, что принуждение нарушает конституционные права. Знаете, права засуньте в одно место, вот эти вот права. А они не нарушают права других людей. Вы же видите, что творится в больнице. Принудительно и отрицательно отношусь, а так сама провакцинирована. Исключительно по собственному, да. И всем советую. Такие вопросы должны быть добровольными. Есть варианты, если вы не хотите вакцинироваться, можете работать на удаленке. Но выхода не было, пришлось сделать, потому что я еще работающая. Я вообще против. Вот маме своей, моей 80 лет, я ни за что ей не разрешу делать прививку. За последние недели возросло количество вакцинированных. Сейчас в регионе привито более 730 тысяч человек. Кроме кабинета вакцинации в медицинских учреждениях и торговых центрах, предприниматели организуют мобильные пункты в своих компаниях. Порядком отстранения сотрудников от работы из-за отказа делать прививку будет заниматься региональное министерство труда. А Елена Кудаева, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. На фоне коронавируса меньше внимания, а частые финансирования остаются на борьбу с другими заболеваниями. Так к губернатору области обратились юные оренбуржцы с диагнозом диабет первой степени. Они попросили закупить препараты для сенсорного измерения уровня сахара в крови. В гостях у одной из семей, организовавших запись, побывали наши корреспонденты. Два года назад Светлана Кубанова стала замечать, как ее сын начал стремительно худеть и пить воду в огромных количествах. А добиться того, чтобы мальчик поел, нужно было путем уговоров и напоминаний. На тот момент Саше Кубанову было всего 8 лет. После того, как он попал в реанимацию с кетоацидозом, мальчику диагностировали инсулино-зависимый сахарный диабет первого типа. Без инсулина нам не жить. Мы постоянно должны контролировать уровень глюкозы в крови. Мы постоянно должны считать хлебные единицы, чтобы правильно уколоть инсулин, чтобы не было ни высоких, ни низких сахаров. От этого зависят те осложнения, которые могут быть в будущем. Соответственно, мы проверяем сахар очень часто глюкометром. Таких детей, как Саша Кубанов, в Оренбурже более 700 человек. С тяжелым диагнозом они вынуждены бороться ежедневно. Кроме ведения дневников по питанию и уколов с поддерживающими спокойное состояние ребенка компонентами, им приходится отслеживать уровень различных показателей в крови более 10 раз в день, каждый раз прокалывая кожу. Но есть вариант сенсорного измерения. И по приказу Федерального Минздрава прибор для этой процедуры должны выдавать всем, кто столкнулся с диабетом. Но если в других регионах эта система успешно работает, то в Оренбурже о ней только слышали. Прокалывать пальчик не надо. И где угодно я могу померить, например, в школе или на природе. Мы лично на мониторинге не постоянно, да и многие так, потому что дорогое удовольствие. Мы ставим Либро для того, чтобы у нас зажили пальчики. И для того, чтобы посмотреть, меняем дозы, когда инсулина. То есть они же не всегда одинаковые. Для этого ставим. То есть больше контроль на Либре, чем на глюкометре. Удобнее намного. Родители уже не раз писали обращение к главе региона, в областной Минздрав и лично главным врачам медучреждений, где наблюдаются их дети. В ответе из министерства утверждалось, что выдавать сенсорный измеритель не положено. Поэтому оренбуржцы решили действовать сообща и записали видеообращение к Денису Паслеру. Я прошу, чтобы мне выписывали бесплатный непрерывный мониторинг глюкозы. Я устал колоть свои пальчики. Мне очень больно колоть пальчики. Пожалуйста, помогите, дайте мне мониторинг. Мы также обратились в областной Минздрав, где нам сообщили, что видеообращение видели. И в настоящее время обсуждают этот вопрос с правительством региона. Решения должны озвучить в ближайшее время. По словам Светланы Кубановой, зачастую им не хватает и расходников, которые в больницах выдают ежемесячно. Поэтому приходится докупать иглы и тест-полоски для измерения показателей за свой счет. Порядка 20 тысяч рублей нужно потратить в месяц, чтобы обеспечить ребенка самым необходимым, что является неподъемной суммой для многих семей Оренбурга. Юлия Тюшевская, Андрей Булатов, Городской телеканал ЮТВ. А теперь к другим темам. На улице Советской у здания Гагаринской летки появились сигнальные ограждения. Объект культурного наследия продолжает разрушаться. Прямо на тротуар падают куски фасада. Подробности у Софии Севастьяновой. Бывшее летное училище по адресу Советская 1 является самым известным историческим памятником города Оренбурга. К его состоянию уже не раз привлекали внимание политики, градозащитники и федеральные ведомства. Однако никаких конкретных действий так и не было предпринято. Буквально на днях на главной улице Оренбурга обрушилась часть фасада здания. Вместо аварии отметили оградители лентой. Однако это не отменяет того факта, что памятник нуждается в глобальной реконструкции. Больно смотреть на это наше историческое здание. Всем наплевать. Здание красивое, оно украшает город. Такое наше мнение. Городу передавать. Только город потянет, не потянет. Вообще, что-то с ним надо делать. Оренбург бы не помешал реконструкции, особенно в таких районах. Еще весной этого года управленческая команда регионов Сколково разработала проект восстановления исторического центра Оренбурга. В нем говорилось, что Гагаринскую летку планируют переоборудовать в гостиницу. Осталось лишь найти финансирование. С вопросом, интересовались ли инвесторы проектом, мы обратились в региональную корпорацию развития. Ответ подготовят к следующей неделе. София Севастьянова, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. А теперь об объектах, на благоустройство которых нашли финансирование, но все равно что-то пошло не так. Директор компании «Строймат» заявил, что в парке «Березка» сотрудники выполнили только часть работ по вине заказчика. Например, не оборудовали велодорожки, потому что не были предварительно вырублены деревья. В целом же освоили только 67 миллионов из 115 предусмотренных проектов. Будут ли завершать остальные работы и в какие сроки, узнала Анастасия Клесова. Парк «Березка» не раз вызывал споры среди оренбуржцев. В прошлом году эту территорию выбрали в качестве первоочередной реконструкции в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Лесополосу должны были превратить в общественное пространство с велосипедными и пешеходными дорожками, игровыми площадками и просто зонами для прогулок. Дорожки подрядчик, конечно, сделал, а вот со всем остальным возникли трудности. До первого ноября были выполнены работы в тех рамках, которые позволили нам исполнить этот контракт. То есть по существующим просекам выполнили дорожки, стоянки вдоль улиц. В чем причина, почему сложно выполнить контракт? Наличие существующих деревьев, которые нельзя вырубать, они относятся к колесному массиву. Это единственная причина? Да. Контрактом по благоустройству «Березки» на 115 миллионов рублей было предусмотрено создание пешеходных и велосипедных дорожек, освещения, видеонаблюдения и другие работы. Подрядчик до первого ноября не смог выполнить весь объем, как он уверяет, по вине заказчика. Мало архитектурной формы сметной документации были предусмотрены другие, чем указанные в проекте. Есть разница между проектом и концепцией и между сметой, которую вы получили, правильно я понимаю? Да, разница есть между сметной документацией и проектной. То есть сметная документация была выполнена не по проекту. Проект хороший, я сам посмотрел, очень даже хороший. Из 115 миллионов рублей по контракту были освоены только 67. Подрядчик, по словам Александра Демидова, несколько раз обращался к заказчику с просьбой выполнить необходимые для работы организации условия. Однако их попросту игнорировали. Подрядчик своевременно и заблаговременно уведомлял заказчика о всех возникших трудностях, о том, что происходит на объекте и что препятствует исполнению контракта. К сожалению, заказчик данные требования и уведомления всерьез не воспринял, встречные обязательства не выполнил и самоустранился от исполнения данного контракта. В срыве этого проекта виновата несогласованность всех общих действий, начиная от тех, кто составлял проект, от тех, кто, не будем скрывать, кто продвигал этот проект, заканчивая тем, что администрация фактически оставила подрядчика одного самим собой, со своими проблемами. Пока подрядчик, мэрия и проектировщики компании «Архитек» не могут прийти к компромиссу, оренбуржцы ждут этот парк с нетерпением. Сейчас жители Степнова прогуливаются по лесополосе в надежде скоро увидеть здесь полноценное городское пространство. Хотели бы, чтобы здесь можно было кататься на велосипедах, возможно, еще территория дорожек увеличится. Главное – парковочные пути. И парковки, да. Вот мы сейчас подъехали, парковка, все пять машин помещается. Если такой масштабный проект, он должен, наверное, парковочных мест побольше предусмотреть, да. Ну и, соответственно, подъездные пути. Депутат горсовета Денис Батурин намерен обращаться к прокурору из-за срыва благоустройства в рамках комфортной городской среды и к исполняющему обязанности мэра Сергею Солмину. Отметим, что в телеграм-канале администрации рассказали, что сейчас идет приемка объекта, а все работы первого этапа были завершены. Однако Демидов заверил, что средства освоены только наполовину и сообщил, что в данный момент они ведут переговоры с мэрией. Вероятно, велосипедные дорожки, освещение и игровые зоны перейдут на второй этап реконструкции. Однако ни подрядчик, ни администрация в этот вопрос ясности внести не смогли. Анастасия Клесова, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. Не успели закончить срок и реконструкцию путепровода на улице Конституции СССР. Теперь работы обещают завершить до конца года. Во всяком случае, такое поручение дал губернатор Денис Паслер на заседании правительства. Сейчас объект готов только на 85%, хотя сделать его должны были к 1 ноября. Денис Паслер отметил, что путепровод, соединяющий степной микрорайон с улицей Терешковой, был заброшен почти 20 лет назад. Его реконструкция является большим и сложным проектом. По информации мэрии, в конце октября было подписано ДОП-соглашение с подрядной организацией «Автодор Инжиниринг». Напомним, что работы начались в 2020 году. Сумма контракта – более 400 миллионов рублей. Продолжаются работы и на Елизаветинском спуске к Уралу, где также перенесли срок сдачи. На 20 декабря. Сейчас подрядчик монтирует ступени и водостоки. Мы побывали на объекте. О том, как известняковые глыбы превращаются в архитектурные элементы, расскажет Александр Кацун. Ступени Елизаветинского спуска производят из блоков известняка объемом в несколько кубометров. Сначала их смачивают водой и перетирают специальной лентой те места, по которым будут распиливать. Потом заготовки переходят в последний цех, где и делают сами ступени. Здесь уже они берутся, ставятся на этот станок и начинается обработка, приводящая уже к конечным размерам, то есть в длину, в ширину. Здесь производится ступени и водосток. Два метра водостока изготавливается где-то час. Ступени занимают до 40 минут. Эти ступени и водостоки произвели в основном из дополнительной партии сырья, на которую подрядчику выделили 1 миллион рублей. Ранее, по договоренности с городминистрацией, компания Мастер Стоун предоставила миру кровли 150 тонн известняка. Но две трети от этого объема оказались непригодными для производства. Большую часть отдали не полноценными квадратными блоками, а обломками. Это и сказалось на сроках выполнения работ, заверил Михаил Марутян. Нам надо делать изделие. Мы берем сначала его по краям, делаем квадрат, а потом из квадрата, чтобы делать изделие. А это вот все как раз та часть, которой ничего нельзя делать. Ну, я имею в виду, в том виде, в котором сейчас плиты здесь лежат, они в процессе обработки такими стали? Они все, да. Давали именно вот маленькие вот, вот тоже половина. Видите? И вам из таких блоков говорили делать ступени? Я вот. Поэтому такой отходный станок. По словам Михаила Марутяна, из таких деталей выходила одна-две ступени, тогда как из новых блоков в три раза больше. Несмотря на появление качественного сырья, сроки сдачи Елизаветинского спуска все же переносятся на 20 декабря. Это связано со сложностью установки тяжеловесных ступеней, а также с тем, что в сентябре 9 сотрудников подрядной организации ушли на больничный, заразившись ковидом. Когда установятся морозы и выпадет снег, Михаил Марутян пообещал установить на объекте тепляки. Ремонтировать спуск продолжат под деревянным каркасом с пленкой и обогревателями. Сейчас выполнено 80% работ, заверил подрядчик. Александр Коцун, Андрей Булатов, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru или в инстаграм-аккаунте utv.orin. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал ЮТВ Оренбург. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры подогнал «Симон»!